Чем раньше вы начнете наполнять разум и сердце Словом Божиим, тем больше его силы вы переживете, когда повзрослеете. Чем раньше вы сделаете свое сердце домом для Слова Божьего, тем больше мира, более радости и уверенности вы получите со временем. Вы должны вкладывать в себя вечные ценности как можно раньше. Как только мы отводим свой взгляд от Иисуса, у нас появляются проблемы, трудности. Человек, который наставлял меня, когда мне было 17-18 лет, научил меня некоторым вещам, которые я помню лучше, чем некоторые богословы. Была одна вещь, которую он повторял мне снова и снова. Он говорил мне, если хочешь упасть и потерпеть неудачу, то фокусируйся на лидерах церкви. И чем больше они, не в смысле размера, чем больше они, тем больше будет твое падение. Я никогда не забывал об этом. Никогда. Я от всего сердца хочу научить вас важности фокусирования на Иисусе. Но как фокусироваться на Иисусе? Постоянно фокусируясь на Слове Божьем. Услышьте меня. Секрет Божьей защиты кроется в Его пребывании. А секрет Божественного пребывания с нами кроется в соблюдении Его Слова. Прежде чем прочитать 118-й Псалом, 8 его стихов, я хочу рассказать вам кое-что о нем. В нем 176 стихов вообще. Это самый длинный Псалом Библии. Он разделен на 22 части. Мы видим их в Библии. Каждая часть разделяется не цифрами 1, 2, 3, а буквами еврейского алфавита. Мы видим букву Алиф, эквивалент буквы А, первой буквы Алиф, Бет, то есть Б, и так далее. Каждая из частей делает ударение на разные вещи. Но весь Псалом посвящен важности Слова Божьего. Я выбрал на сегодня вторую часть, а именно Бет. Это эквивалент Б, второй буквы алфавита. В английском вторая буква алфавита, Би, может означать как букву, так и глагол Быть. Мы можем услышать как букву Би, так и глагол Быть. на иврите. Эти буквы также могут иметь собственное значение или быть просто буквой. В данном случае Бет или Бе означает дом. От нее происходит название Бетлехэм, Вифлеем, или Бет-Эль, Вифиль, Дом Божий. Эта часть 118-го Псалма говорит нам, что человек может получить настоящую защиту лишь тогда, когда Слово Божие находит дом. Вот почему буква Бет, что означает дом. Когда Слово Божие находит дом в нашем сердце. Вот почему Павел сказал, Слово Христово довселяется куда? В сердце ваше. Но есть большая разница, дорогие друзья, между тем, чтобы бороться с врагом своими силами или преодолевать искушение своими силами и борьбой со всем этим в силе Слова Божьего. Вот почему Псалом 118-й с 8-го по 16-й стих дает нам две важные вещи. Пожалуйста, запишите их. Во-первых, здесь говорится о неописуемой силе Слово Божьего. С 9-го по 12-й стих. После этого нам говорится о неизмеримом превосходстве Слова Божьего. Мы видим это с 13-го по 16-й стих. Вопрос, как пережить силу Слова Божьего. 9-й стих говорит нам, что оно может очищать нас. А в 10-м стихе сказано, что оно может управлять нами. В 11-м стихе говорится, что оно может исправлять нас. Итак, очищать, управлять, исправлять. Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему. Автор говорит, что когда вопрос касается характера и поведения, наша культура всегда говорит об этике и даже преподает этику в школе. Поведение, характер. Мы все разбрасываемся этими словами и делаем это регулярно. Но он говорит нам, что когда вопрос касается характера и поведения, то никакой доброй воли или добрых намерений, усилий или чего-то там еще не хватит для того, чтобы достичь желаемого эффекта. Эти люди дают вам ложные советы, говорят ложь. Они не ведут вас в больницу, чтобы показать результаты вождения в нетрезвом виде. Они не ведут вас в венерическое отделение, чтобы показать вам результаты разгульной половой жизни. Они не ведут вас к психиатру или психологу, чтобы показать разбитые сердца, эмоции, разрушенные отношения, страх близости и боль зависимости. Они не делают этого. К сожалению, вам приходится переживать это на личном опыте. Но Бог предупреждает нас. Псалмопевец говорит нам то, что мир никогда, слышите, никогда не поймет. Он говорит, чем раньше вы начнете наполнять разум и сердце Словом Божьим, тем больше его силы вы переживете, когда повзрослеете. Чем раньше вы сделаете свое сердце домом для Слова Божьего, тем больше мира, уверенности и радости вы получите со временем. Я даже не могу назвать вам число людей, с которыми я повстречался за 45 лет служения и которые страдали от ужасных зависимостей и разрушительного поведения. Они не могли найти общего языка с супругом, не могли любить другого человека. Все это является результатом плохих зерен, которые были посажены в начале их жизни. Привычки и отсутствие самоконтроля начинают развиваться в начале жизни. Но слава Богу, тысячи, миллионы раз слава Богу, что в любом возрасте и состоянии Слово Божие имеет силу к очищению. Сила Слова Божьего не только очищает, но и управляет. Десятый стих говорит всем сердце моим, ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. Иными словами, сохрани меня под управлением Слова Божьего. Ситуационную этику преподают даже в христианской среде и христианских колледжах. Она учит, что наши действия зависят от обстоятельств, от окружающих. Но что делает сила Слова Божьего? Первое. Очищает. Правильно. Второе. Управляет. Третье. Исправляет. Слово Божье говорит, поступай правильно, когда никто не смотрит, когда Иосифа продали в египетское рабство, как вы знаете, Библия еще не была написана. Слова Божьего не было. Но Папа Иаков, дедушка Исаак, и, скорее всего, прадедушка Авраам, научили Иосифа страху Божьему. И этого было достаточно. Во времена искушений Иосиф мог подумать, я могу взяться за политику? Могу взяться за дом фараона? Стать богатым, могущественным человеком, иметь успех в конце концов? Это мой шанс. Но он сказал нет. Сила Слова Божьего очищает. Она управляет и исправляет. Почему так? Потому что в Слове Божьем есть неописуемая сила. Во вторых, существует неизмеримое превосходство Слова Божьего. Прочитайте сами с 13 по 16 стих. Возлюбленные, наше поколение знает цену всего и не знает ценности ничего. Ценность Слова Божьего неизмерима. Никто не может просчитать его. Я хочу дать вам три упражнения. Все они Слова Божьего. Ценить Слово Божье в сердце это чудесно. Это очень хорошо, но на этом нельзя останавливаться. Чтобы Слово имело превосходство, мы должны научиться применять его во всех сферах нашей жизни, во всех обстоятельствах. Я знал людей, которые заучивали Слово Божье наизусть, но их жизни не соответствовали Ему. Что тут не так? Ведь явно что-то тут не так. Это переход к тем трем упражнениям, которые я хочу дать вам. Пожалуйста, запишите их. Первое упражнение. Говорите Слово Божье. Произносите его вслух. Это тринадцатый стих. Далее идет второе упражнение. Это четырнадцатый и пятнадцатый стих. Наслаждайтесь Словом Божиим. Говорите его и наслаждайтесь им. И третье упражнение. Делайте Слово Божие реальностью своей жизни. Это шестнадцатый стих. Псалмопевец сказал, устами моими возвещал я все суды уст твоих возлюбленные. Читать Слово Божие это чудесно. Размышлять над Словом Божиим это прекрасно. Пропитывать свой разум Словом Божиим это великолепно. Просто великолепно. но если вы хотите чтобы оно помогло вам возрасти, дало благословение и вы могли ощутить его силу, то вы должны в первую очередь вербализировать его, а точнее озвучить его. Майкл, ты хочешь сказать, что каждый из нас должен стать учителем Библии? Да, именно это я и хочу сказать. Именно это я и говорю. Это касается всех абсолютно ну как? А вот послушайте меня как? Делитесь им с родными и друзьями, а также теми, кто готов вас слушать. Делиться чем? Тем, чему Слово Божие научило вас в какой-то день, как Слово Божие обогатило вашу жизнь, как изучение Слова направляло вас на пути. Когда вы провозглашаете Слово Божие тому, кто готов выслушать вас, вы назидаетесь изнутри. Второе упражнение «Наслаждайтесь Словом Божиим». Это то, что означает? 14 стих «На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве». Я поведу вас в страну мечтаний. На пару минут, не более. Потом мы вернемся. Не потеряйтесь там. Предположим, что вы пойдете сегодня домой, и вам позвонят. Во время этого звонка вы узнаете, что у вас был богатый дядя, о существовании которого вы не знали. он умер и оставил вам состояние. Как вы отреагируете? Вы позвоните пастору, да? Но это не слишком реалистично. Я хорошо знаю человеческую природу. Так как же вы отреагируете? Вы начнете прыгать? Радоваться? Вы сразу же начнете звонить родным и рассказывать об этом. Вы позвоните своему лучшему другу и начнете праздновать. Вы будете чувствовать себя на седьмом небе. Ведь так псалмопевец говорит, что точно так же вы должны относиться к Слову Божьему. Это все равно, что каждый день получать по наследству. Каждый день. Вы радостны, вы на эмоциях, и вам не терпится поделиться с другими. Превосходство Слова Божьего заставляет нас говорить Слово Божие другим. Оно заставляет нас наслаждаться и радоваться, делясь радостью с другими. А теперь третье упражнение. Благодаря превосходству Слова Божьего мы начинаем делать его реалистичностью своей жизни. Мы делаем его реальностью. Это то, означает. Мы провозглашаем его. Да. Мы наслаждаемся им. Да. И шестнадцатый стих мы превращаем его в реальность. Уставами твоими утешаюсь. Не забываю Слово твоего. как позволяя Слову Божьему являться вашей жизнью. Позволяя Слову Божьему подтвердиться. Слово Божие это истина, подтверждается оно или нет. Но когда вы позволяете Ему подтвердиться вашей жизни, то получаете благословения, которых не получали никогда ранее. когда Давид бежал от царя Саула, подумайте над этим со мною. Этот молодой человек со своей шайкой против царя Израиля и всей его армии. Давид знал, что был помазан на царство, когда был еще юношей. Он знал, что станет царем, потому что Бог держит свое слово. Он не делал ничего плохого, а делал лишь хорошее. Однажды у Давида появилась возможность освободиться от погони, проблем. У него была возможность избавиться от боли и страдания. Давид и его шайка проходили мимо пещеры, где был Саул, царь и его армия. Они спали глубоким сном. Не говорится, сколько они ходили. Они так устали, что уснули глубоким сном. Даже взрыв не разбудил бы их. Они спали так крепко. У Давида появился шанс на сладкую месть. Да? Нет. Давид, Бог дал тебе шанс. Убей негодяя. Давид, наконец-то у тебя появилась возможность стать царем. Давид, наконец-то «Ты можешь спасти себя, свою семью и друзей, избавиться от проблемы страданий». Давид не только знал и ценил Слово Божие, но и применял его. Он повиновался ему, даже когда это не давало ему преимущества. Он проверил его в своей жизни, и Бог почтил его за это. Явление Слова Божьего в жизни Давида научило его тому, что короткие пути, короткие пути в сделках, в договорах, в любых решениях, не приведут ни к чему хорошему. Короткий путь наполнен ужасной скорбью. Короткие пути не живут долго. Давид не только знал Слово Божие, он явил его в своей жизни. Он приблизился к царю, чтобы взять его одежду и отрезать кусок. Представьте, что говорили его люди. Наверное, убей его. Они всячески убеждали его. Давай, он ведь спит, он даже не поймет, что случилось. Убей его. Но Давид ответил, нет. Я только возьму и отрежу кусочек от его одежды. Он отрезал этот маленький кусок одежды, чтобы показать царю, что говорит Слово Божие. Не навреди Божьему помазаннику. Не прикасайся к Божьему помазаннику. Он являл Слово Божие. Именно поэтому Павел говорит нам, чтобы Слово Христово обильно вселялось в наши сердца. Но есть большая разница, дорогие друзья, между тем, чтобы бороться с врагом своими силами и преодолевать искушение своими силами и борьбой со всем этим силе Слова Божьего. Как я уже говорил, доверяйте Божьему расписанию. Возлюбленные. Знать Слово Божие хорошо, но этого мало. Явление Слова Божьего, вот что такое почтение к Богу, применение его на практике, вот что Бог благословляет. Применяйте его каждый день, и вы будете угождать Богу. Вы хотите Божьей защиты? Для этого вам необходим сам Бог. Вы хотите Бога в своей жизни? Тогда возьмите Слово Божие в свои повседневные жизненные решения. Программа «Указывая путь» выходит в эфир благодаря финансовой поддержке наших партнеров. юзер.